здравствуйте сегодня на обзоре будет радиоприемник марки rp 315 такой интересный радиоприемник был куплен подарок родителям есть радио проводное там есть три канала но мы так посчитали что каждый месяц за радио не платят где-то 120 рублей и всего три канала и решили купить переносной радиоприемник который работает и от сети батареек так что если понадобится его можно переносить куда-нибудь вот такой был он куплен конечно не совсем дешево в компании city link за 1820 рублей комплекте идет инструкция гарантийные обязательства руководство по эксплуатации и небольшая память еще по использованию дополнительных функций а также идет пульт управления о нем тоже расскажу отдельно вот он в такой коробочке красивая вещь лучших традициях так радиоприемник он может работать как от сети 220 вольт и также может работать от четырех аккумуляторов большие такие должны быть видать ну или батареек аккумуляторы батарейки они в комплект не входит можно приобретать отдельно также в инструкции было написано что тут есть еще встроенный аккумулятор но вот этой кнопкой как бы но непонятно его назначение не совсем было понятно так перейдем непосредственно к обзору также еще имеется выносная антенна она довольно массивная где-то метр но почти нет нет . для переноски сверху вот расположены кнопки здесь имеет цифровой дисплей и что немаловажно радио имеет два динамика то есть здесь стереозвучание ну радиостерео наверно то и звучит стерео также здесь имеется громкость регулятор громкости слот под sd-карту под usb под флешки выход aux выносные устройства настройка для радио здесь переключатель режимов mp3 он же тут есть функция будильника то есть совмещена mp3 будильник потом короткие волны средние волны и у кого диапазон также режимы включения и авто так возьму памятку чтобы дальше здесь у нас кнопки расположены это но основная кнопка это режим она используется для настройки часов то есть можно устанавливать часы на радио примите пока время текущие с помощью вот этих первой кнопки и 3 настраиваться часы также используются эти кнопки при проигрывании с сди карты и usb карты то есть пуск пауза предыдущий трек следующий трек и если на сди карте или флешки есть под папки или папки то для переключения используется вот эта кнопка да также есть здесь функция записи как записи внешнего внешних звуков голос там можно либо записи с радиоприемника и он записывает непосредственно либо на флешку либо на сди карту также есть режим сна и режим отключения включения будильника а 6 вот это сейчас я вам скажу это вот кстати этого приема звукового сигнала то есть вот динамик расположен вот здесь для записи так ну что сейчас вот у нас радиоприемник выключен переходим в режим включен да хочется отметить что дисплей в конкретно в данной модели немножко ярче светит справа и дисплей вот он если сверху на него смотреть он показывает лучше оси снизу то видимость ухудшается ну хотя вот он когда гасится и в таком режиме то в принципе даже неплохо здесь вот показано видать то что отсутствует сейчас батарейки и работает он как бы от сети так не будем использовать сейчас так сейчас он у нас включен в режимы то есть можно либо использовать радиоприемник а в режиме авто он включен как часы но если тут будет установлен будильник он будет включаться и будет звучать радио так ну вот радио даже вот присложенной антене в городском доме ловится очень даже хорошо здесь аналоговая видать приемник но он выводит показания частоты на экран хотя вот как немаловажно сети линки на сайте там было написано что цифровой приемник ну видать из-за того что экран не посчитаешь не цифровой но здесь она уже ну радиоприемник очень даже неплохой качество приема очень даже радует теперь расскажу про проигрывание с флешки sd карты у меня нету я сейчас не смогу показать вот на флешку я заранее записал музыкальные треки так вот сейчас он у нас находится в режиме вкл посмотрим что произойдет когда мы вставляем флешку ничего не происходит потому что это как бы вот этот регулятор на mp3 но ничего не происходит потому что это как бы режим для радио видит получается мы переключаемся в режим авто так 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 странно Вот, что-то просто не определилось. Вот он и проигрывается в флешке. Переключение вот треками происходит с этими кнопками. Есть даже перемотка. Если вы задерживаете кнопку, то он где-то по секунд 20-30 сразу перематывает, то есть она совсем не платная. Еще вот про пульт как раз здесь сейчас пауза включена. Вот мы сейчас выключаем и опять включаем. И так сразу как-то не нравится, интересно. Здесь есть путь. И так далее. И так далее. Можно регулировать звук с пульта непосредственно. Есть вот эквалайзер. Здесь есть какие-то предустановки. Сколько их? Вот E3, E4, E5. Даже слышно как звук меняется. E6. E6. Тут 6 настройка эквалайзера. То есть можно подобрать. И вот здесь запрос. Можно приглушить звук. И можно производить также запись. вот сейчас мы попробуем так остановка и вот сейчас происходит запись непосредственно на радиоприемник на флешку вот повторное нажатие запись остановлено так теперь мы попробуем а звук у нас отключен как теперь она там создается папка так работает запись голоса а сейчас попробуем записать радио когда происходит запись ударит usb и рэк повторно нажатие можно записывать радиоканал и очень интересно так теперь про часы вот сейчас например он показывает 1054 время неправильно сейчас я настрою будильник настройка часов вот настройка будильника так не успел 57 поставим то есть он сразу нам поменял время вот и сейчас кстати посмотрим что он нам включит радио или флешку подождем здесь кстати находится инфракрасный приемник для пульта настройка включит греи греи Продолжение следует... 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 Вот... И отключился... Через 5 минут... Функция работает... Так, теперь еще функция будильника. Так, сколько у нас сейчас было? 11.03 уже. Так, это настройка времени. И вот. Сейчас включим 11.05. И посмотрим, как у нас работает будильник. И попробуем его перевести на паузу на 5 минут. Спасибо. Спасибо. так время настал дисплей включился но почему то не включился будильник это видать потому что у нас не в режиме авто он был мне так кажется сейчас попробуем еще раз на 106 да то есть будильник включается только в режиме авто есть ли в режим включен это только радио либо проигрывание с флешки или sd-карты но чтобы работал будильник нужен именно режим авто так сейчас попробуем нажать чему-то не срабатывал просто нажмите и все ну вот что-то с этой функцией непонятно так ну вот такой вот радиоприемник запись на флешке да а мы сейчас попробуем и удалить так вот обе записи были удалены то есть тут высвечивалась надпись дел и он сразу удаляет то есть если вам запись очень нужна то нужно осторожно пользоваться эту кнопку потому что он сразу производит при воспроизведении записи с флешки или sd-карты сразу производит удаление если нажать на эту кнопку вот ну такое неплохое радио причем отверстие под динамик под каждый динамик расположены как бы с двух сторон это даже очень интересно ну в общем радиоприемник неплохой но хотелось бы конечно с цифровым тюнером и запоминающимся каналами но такие радиоприемники ближайший был фирмы philips и он стоил уже что-то порядка трех тысяч и почитали отзывы и они в основном все были отрицательными на качество звучания а в данном на радиоприемнике звучание очень даже на уровне 0 0 0 0